На этой выставке кукла представлена не просто как бытовой предмет. Этот предмет для авторов выставки «Путешествие куклы в пространстве и времени» – целый артефакт. Уже на протяжении года Лариса Летунова по воспоминаниям ветеранов восстанавливает куклы их детства. У меня замечательная соседка, бабушка. А у нее много подружек-бабушек, она меня с ними ходила, знакомила. То есть мы приходили в гости, или ко мне эти бабушки заходили, они показывали, как делать этих кукол. Но я иногда и на улицу подхожу, знакомлюсь, спрашиваю, а каких вы кукол делали раньше, во что вы играли. Коллекция экспедиционных кукол Сибири уникальна тем, что некоторые из экспонатов сделаны руками самих ветеранов. Это куклы, которыми они играли в детстве. Куклы, которые они и создавали сами, а также их мамы и бабушки. Такое рукодельное творчество может вернуть в прошлое вплоть до 19 века. Лариса Летунова признается, восстанавливать историю в куклах не так-то просто. Хочется именно наших, сибирских кукол. Но, как оказалось, их нету, потому что в Сибири народ переселялся отовсюду. И вот мои экспедиционные куклы здесь есть от представителей Украины, Белоруссии. На выставке представлена еще одна увлекательная коллекция кукол героини русских сказок. Пока их только четыре. Это Шамаханская царица, царевна-легушка, хозяйка Медной горы и царевна-лебедь. Придуманы полностью конструкция тела. Но самое главное, что авторство здесь народное в костюмах, потому что костюмы на них сшиты как подлинники по настоящим выкройкам. Примерно 17-18-19 век. Всего на выставке порядка 200 авторских и народных кукол. Среди них куклы из нескольких десятков стран и городов, а также крестьянского быта и советского периода. Также в музее посетители могут собственноручно сделать свою куклу. Для этого есть все необходимые материалы и подробная инструкция по созданию игрушки. Ну а праздничное открытие выставки состоится 24 марта в 15.00 в арт-зале музея по улице Спортивная, 11.